Приветствую дорогие подписчики и зрители канала, с вами Никитос, сегодня опять-таки топовая артиллерия и кто у нас занимает первое место, мы можем все карты положить на стол, интриги больше никакой нету, вот он перед вами красавчик 261. Но почему, почему, спросите вы меня, да друзья, сейчас я как раз об этом и расскажу, поехали. Помните разбор ГВЕ? Так вот сегодня мы пойдем точно так же, с недостатков, они заслужат гораздо меньше внимания, нежели преимущества. Первое, что бросается в глаза, это количество снарядов, их тут 18 штук, то есть непрерывно мы можем вести огонь в районе 9 минут, зачастую этого в принципе и хватает, добавляем сюда сведения по их цели, там нету подсвета где-то, но бывают моменты, что мы вот как раз впритык подходим, у нас начинаются бронебойные снаряды, возможно будут какие-то шотные цели, их нужно лопать фугасами и уже нужно переключаться на эти бронебойки, так как другого варианта просто нету. Также многие тут хают траекторию полета снаряда, который является самой пологой среди всех артиллерий топового уровня, но на самом деле не считая это большой проблемой. Тот же банан Химмельсдорфов в той позиции, которую я показывал в лучших позициях для артиллерии, мы спокойно простреливаем, и если Амер и ГВЕ где-то и достанут цель на более дальних расстояниях, то это такая большая редкость, что в принципе этого даже не заметно. За это мы получаем наоборот одно хорошее преимущество, это скорость полета снаряда, снаряд гораздо быстрее долетает до цели, и я выберу например вот это преимущество, нежели изредка закидывать за какие-то препятствия. Еще тут есть нарекания на углы горизонтальной наводки, они самые паршивые на 10 уровне, то есть если брать близкие расстояния, орудие просто будет двигаться чуть-чуть левее, чуть-чуть правее, и вам придется пересводиться, опять круг будет большой, он разбросится, нужно будет его стягивать, терять время, а иногда это критически важно, когда цель к нам прорывается на больших скоростях, и если мы будем вести за ней наш прицел, постоянно его тягать влево-вправо, меткость конечно же наша упадет, и скорее всего мы просто по ней не попадем. Но в остальном же, когда стрельба ведется на дальних расстояниях, благодаря нашим показателям сведения, которых чуть позже, нам этого вполне хватает. На этом все, я просто больше не могу ничего сюда приписать, нужно срочно перепрыгивать к преимуществам и вам рассказывать, что же эта машина на самом деле из себя представляет. Помните все недостатки предыдущих машин? Там действительно есть из чего выбрать. Так вот, то, что там было недостатком, у нас является преимуществом. Больше никаких проблем с углами вертикальной наводки. Как вы помните, у всех предшественников было 0 градуса, у нас же минус 3. Ребята, это единственная артиллерия, которая имеет углы склонения орудия вниз, минус 3 градуса. О чем это говорит? Больше никаких проблем с быстрыми целями. С тем, что к нам вот кто-то едет, а мы просто не можем в него попасть, хотя готовы, заряжены, из-за того, что наше орудие не пускается. Нету больше этой проблемы. Мы себе стоим на любой местности, нам удобно, комфортно, мы всегда готовы дать отпор кому угодно. Мы как 121-й, спокойно заряжаем ББшку, еще и повыцеливать самые уязвимые места нам удаются. А долгую перезарядку всех предшественников помните? Так тут у нас 28 с копейками секунд при полном фарше. Это лучший показатель среди всех. При не лучшей альфе в 1700 единиц это отличный показатель. Ты будешь всегда в русле событий, да и вообще получаешь удовольствие, так как можешь отрабатывать по всем флангам какие-то неожиданные врывы, всегда можешь остановить один дополнительный выстрел. Это многого стоит. Больше не будет такого, что ты выстрелил и 42 секунды пошел куда-то там пить чай. Тут нужно быть возле мышки с клавиатурой всегда и готовить очередную порцию вкусного дополнительного фугаса кому-то в самое уязвимое место. Да и благодаря такой перезарядке можно поймать первичный засвет, где проезжают тяжелые танки. В дальнейшем они просто заедут за гору и будут нам недоступны. Да и в принципе и СТ-шки частенько проскакивают где-то там на воду на Эль-Халуфе. Их нужно поймать. Вот они едут, вот они светятся. И дальше они уж только когда поднимутся, вот там ты сможешь что-то им сделать. И маневренность. Да, не бачат, но полтинник по прямой держим стабильно. Постоянно можно вести какую-то агрессивную игру, быть рядом с союзниками, стрелять на расстоянии до 500 метров, что позволяет успешно выцеливать уязвимые места, а также попадать гораздо быстрее и четче, все-таки круг становится меньше. Нам еще и брать базу можно. В общем, полная свобода действий по перемещению на карте. Еще разработчики сюда впихнули подкрученный регулятор оборотов двигателя, что собственно не даст нас закружить, да и вообще отыграет роль 105-го октанового бензина, который является абсолютно бесплатным. Ставим его вместо аптечки и гораздо быстрее перемещаемся по карте, кружимся на месте, в общем, совершаем какие-то хаотичные движения гораздо лучше и увереннее. Хочу рассказать еще о бронебойных снарядах. Вот здесь бронебойки, это просто создано для нас. Их можно применить почти везде и всегда. До расстояния 500 метров залетает всем. Брикошеты, гусеницы, если правильно целиться, по-любому пробьете, взорвете боеукладку с таким потенциалом и таким уроном, боеукладки вылетают постоянно. Вы сами видите это у себя сейчас на экране. Использовать их, конечно, нужно. Каждый выбирает сам, сколько их себе поставить, но я вас прошу, я просто рекомендую, не возите их полное бык. Зачастую я встречал ребят, которые стреляют только бронебойками, на любом расстоянии, даже по самым картонным целям. И это на самом деле ужасно и отвратительно. Никогда ваш средний урон не вырастет благодаря бронебойным снарядам. Зачастую мы наносим урон сплэшем, а сплэш иногда является ключевым фактором для того, чтобы уничтожить какую-то шотную цель. Если вы два раза выстрелите бронебойкой по шотной цели, как вам после этого назвать? Я просто готов задушить такого артиллериста, который в моей команде целый бой стреляет бронебойками. Сам я их вожу две штуки. Одна у меня для прострела какой-то толстенной цели, которая на каком-то открытом расстоянии едет. Я знаю, уверен практически, что я ее пробью. А вторая для защиты, когда ты остаешься, например, один, к тебе подъезжает в самом конце уже враг, и он имеет запас прочности немного выше, нежели ты можешь выбить фугасом. Вот тогда я ее заряжаю и готовлюсь его принимать. То есть меня это может спасти в самый ответственный момент. То есть бой будет затащен. Пробитие там 360 мм. С учетом того, что это бронебойный снаряд, даже не подкалиберный, нормализация здесь по-прежнему 5 градусов, пробивает вообще все как мат. Даже по ощущениям лучше, чем Т-92, у которого бронепробитие составляет 370 мм. То есть у нас второй показатель. И средний альфа здесь 1100 единиц. Ну вы сами понимаете, 1100, ребятки. С такой точностью на артиллерии лупить 1100 единиц, ой-ой-ой-ой-ой, как непросто бывает нашим врагам. Но все, что я назвал до этого, это так, цветочки, вспомогательные факторы. Однозначно они очень важны. Если всего в сумме этого не было бы, то и артиллерия не стояла бы на первом месте. Но есть еще один более важный фактор, который позволяет этой арте быть действительно лидером, позволяет ей быть стабильной. А стабильность как в жизни, так и собственно в игре, это самый ключевой фактор. Если ты уверен в своей арте, невзирая какие у тебя руки, однозначно каждая артиллерия ведет себя по-разному. Но вот 2.6.1, он постоянно показывает себя в хорошем смысле этого слова. То есть, опять же скажу, стабильность. Благодаря чему? Благодаря своей точности. Это лучшая точность среди всех топовых артиллерий. 0.66, разброс на 100 метров, позволяет уверенно попадать туда, куда я хочу. Это самое главное. Идем во взвод, и мои ребятки на меня 100% могут положиться. Они знают, что я буду наносить повреждения уверенно. Именно на 2.61. Сажусь на Т-92, все это превращается в какую-то кашу. Где-то попадешь на 2000, где-то нанесешь 2000 просто сплэшем по нескольким целям, а где-то вообще будешь стрелять раза 3, перезаряжаешь 42 секунды, и ни разу не нанесешь даже копеечного какого-то урона. Это ненормально. Лучше сесть на 2.61, иногда бронебойчкой сыграть, иногда переехать, иногда рядом со союзником своим поехать, взять базу. В общем, целый простор действует. Выбирай, что хочешь, побеждай, как хочешь. Тебя ничего не ограничивается. Ну что ж, друзья, вот мы и разобрали 5 топовых артиллерий. Пора подвести какой-то итог. Я уверен, что каждый из вас имеет свою любимую машину, конечно же, из топовых артиллерий. Он свято верит, что это лучший аппарат. Он приносит вам кучу положительных эмоций. Но, как по мне, 2.61 является самым играбельным. Да и вообще он не конкуренция даже по тактико-техническим характеристикам. Это действительно так. Ну вообще, возьмите, например, те же углы вертикальной наводки. Сколько положительных эмоций они доставляют. Нам не нужно больше переживать, как-то закидывать свою задницу, подстраиваться под что-то. У нас маневренность есть, которая также нам позволяет вытворять все, что хочешь. Быстрая перезарядка, быстрое сведение, невероятно хорошая точность. То есть отрабатываем по всем флангам. Все вкупе это приносит кучу удовольствия и возможностей. Мы, как говорят в шутерах, не боремся с нашим орудием. Мы просто берем и выжимаем максимум из того, что мы можем сделать за предоставленное нам время. Хочу сказать, что этот путь с этими всеми пятью артиллериями было пройти довольно-таки интересно. Я вновь познавал некоторые машины, делал это для вас, делал это с удовольствием. И самому было интересно копаться в себе. Что же поставить туда? Что сюда? Третье? Десятое? В общем, каждый фактор это нужно было сравнивать и объективно его оценивать, невзирая на свои внутренние эмоции. Получилось вроде все довольно-таки интересно. Если вам, конечно, понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь и обязательно напишите, стоит ли что-то подобное делать в плане СТ-шек или даже тяжей. ПТ- это как-то для меня очень и очень какой-то дикий глухой лес, но вот с ТТ и СТ я бы поработал. Конечно, если вам будет это интересно, коммент, лайки под комментом и вперед. И мы начнем с какой-то интересной машины. Также будем держать интригу и доведем все до логического конца. С вами, как всегда, был Никитос. Всем пока, удачи! Субтитры подогнал «Симон»!